Итак, с 22 сентября поток россиян, прибывающих в Казахстан, увеличился в два раза. Большая миграция в первую очередь связана с соседством, отмечают в МВД. При этом десятки тысяч мигрантов из России уже покинули нашу страну. Подробности у Гульданы Колен. Всего неделю назад в Казахстан в среднем заезжали порядка 10 тысяч россиян в день. На фоне заявления властей соседнего государства о частичной мобилизации, поток приезжих вырос сразу в два раза. Это кадры из пункта пропуска ЖСА на автомобильный, что находится в Актюбинской области. По словам мигрантов, на границе они простояли несколько суток. Кого ждете? Братишку. Откуда едете? В Срезане. Я в 12 ночи до 4 постоял, и вот поехал, поспал, и я тут приехал. Уже третьи сутки. 15 километров очередь была. Ну, как связь появляется, пишут. С Москвой. С Москвой едете? Да. Сколько стояли больше? Ну, часа четыре. Костя. Ну, к родственникам. Ну, мы на самом деле к родственникам. В МВД пояснили, рост миграции из России не означает, что все прибывшие останутся жить в нашей стране. По данным ведомства, покинули республику с 22 сентября уже более 40 тысяч граждан Российской Федерации. Связано это с тем, что мигранты транзитом через Казахстан направляются в другие страны. Я на месяц в Казахстане, потом буду смотреть, как бы, обстановку, вот, может быть, дальше в Турцию, может быть, еще куда-то. Я приехал в понедельник, вот, ну, в туристических целях, вот, ну, буквально две недельки побуду, потом пообратно поеду. А потом какие у вас планы? Пока не знаю, сейчас придумаем. Вот, ну, я думаю, либо в Астане, вот, а еще побудем, либо куда-то на юг дальше поедем, ближе к Алма-Ате, вот, и туда. Вот, но сейчас будем решать. На фоне увеличения миграционного потока в Казахстан резко выросло и количество обращений в цоны для получения ИИН. В очередях выстраиваются преимущественно прибывшие из России граждане. Документ жителям иностранного государства нужен для оформления банковских карт и покупки сим-карт отечественных операторов. Чтобы разгрузить центральные офисы, в восьми регионах Казахстана усилили работу цонов, в том числе и в Костанайской области. Мы проводим ежедневный мониторинг прибывающих. Практически 80-90% прибывших к нам, они все изъявляют желание, значит, далее следовать в такие города, как Астана, Алма-Ате. Ни одного случая нарушения там общественного порядка или противоправных действий со стороны приезжих иностранных граждан у нас не зафиксировано. Всего с начала сентября заявление на получение временного проживания в нашей стране подали 115 граждан России. В МВД напомнили, что без регистрации приезжие могут находиться на территории Казахстана до 90 дней. Все категории иностранцев у нас, граждан вообще, иностранных граждан могут находиться в Казахстане, нашей стране 30 суток, без постановки на временный учет 30 суток. Но есть у нас вместе с ним есть постановление правительства 2012 года, номер 148, разрешенный срок прибывания мигрантов в Республике Казахстан для граждан, уже государств, участников Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Россия, могут пребывать уже на территории стран-участников до 90 суток, без постановки на временный учет, со дня пересечения государственной границы. По официальным данным, с начала года в страну въехали больше полутора миллиона россиян, покинули Казахстан примерно столько же. Гульдана Хален, Хабар, 24.